Добрый день! Вы смотрите итоги дня информационного портала Улправда.ру. С вами Сергей Прус. Смотрите сегодня в выпуске. Дороги сделать, мосты обследовать. В Ульяновске реализуется национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 50 миллионов на погашение кредитов. Ульяновские больницы проходят процедуру финансового оздоровления. СПИД и Ульяновск на пресс-конференции подвели статистику по региону. На высшем уровне в Ульяновске подвели итоги Международного театрального фестиваля вместе. Накануне вечером губернатор Сергей Морозов провел совещание с руководством Минздрава и членами областного правительства. Тема – финансовое оздоровление всех учреждений здравоохранения. Так, кредиторская задолженность региональных больниц снижена. Подробности в нашем материале. Максимально конкретизировать план по финансовому оздоровлению лечебных учреждений региона и еженедельно докладывать о ситуации. Такое поручение дал губернатор Сергей Морозов Минздраву и председателю правительства Александру Смекалину. План по снижению кредиторской задолженности начал выполняться с начала года. Так, в начале 2019 года задолженность поликлиник и больниц составляла 2,5 миллиарда рублей. То по состоянию на 1 мая она снизилась на 11% и составляет 2,2 миллиарда. В этом году за последние годы у нас идет положительная динамика в части погашения задолженности, а не наращивания этой задолженности. Мы понимаем темпы, которые мы взяли, мы поставили конкретные задачи. Снижение кредиторской задолженности напрямую зависит от финансирования из областного бюджета, так как в территориальной программе ОМС средств на эти цели не предусмотрено. В 2019 году на погашение кредиторской задолженности из областной казны выделено 500 миллионов рублей. Средства направлялись на коммунальные услуги, страховые взносы НДФЛ и горюче-смазочные материалы. Губернатор акцентировал внимание на необходимости того, чтобы председатель правительства, заместитель председателя правительства. Я лично взяли лечебное учреждение под личный контроль. По крупным лечебным учреждениям Александр Александрович Микалин будет отрабатывать по городским, Екатерин Владимировым оба и по районным. Я должен личные мероприятия прописать. Целевые субсидии уже позволили снизить долговую нагрузку в Рязановской, Маинской, Базарно-Сызганской районных больницах. Анна Тищенко, Руслан Баталов, новости Ульянской правды. В городе начался ремонт дорожного полотна в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Губернатор решил проверить, как продвигаются дела на нескольких участках. Что удалось выяснить, узнаете в нашем материале. Этой весной местными путями сообщения занялись на федеральном уровне. В Ульянске реализуется национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Как только сошел снег, дорожники приступили к работе. Сегодня губернатор Сергей Морозов решил проверить, как продвигаются дела на объектах. Первым делом он смотрел участок дороги на пересечении улиц Ефремова и Шигаева в Засвияжском районе. Рабочие демонтируют старые бордюры и готовят место для нового заездного кармана. Пока что все идет благополучно и без задержек, но главу региона волнует вопрос прилегающих территорий. Что параллельно здесь будет приведено в порядок. С точки зрения тротуаров, с точки зрения озеленения, с точки зрения приведения дворов в порядок. Вот что будет? Сергей Иванович, тротуары мы здесь сделаем на максимальную ширину 3,75. Потом можно будет ИВЛ-полосу здесь запустить. То есть сколько проекта максимально возможно было, тротуар сделаем. Далее делегация отправилась на улицу Октябрьская, где приводится в порядок пешеходный переход. Новая разметка почти готова. Дело в том, что цель нацпроекта не только реставрация дорожного полотна, но и обеспечения безопасности на дорогах. В регионе существует 33 аварийно-опасных участка. До 2024 года их количество должно сократиться вдвое. В этом году на дорожный комфорт выделено 850 миллионов рублей. В течение пяти лет до 2024 года в три с половиной раза должны сократить смертность на наших автомобильных дорогах. Основное внимание при реализации данной программы уделяется проведению инженерных мероприятий на автомобильных дорогах. 66 участков дорог будут отремонтированы и благоустроены. На все работы выделено 2 миллиарда 400 миллионов рублей. Мосты и виадуки тоже не обделят вниманием. Их уже начали детально обследовать. Виктория Черкова, Юрий Ломатов. Новости Ульяновской правды. Завтра в Ульяновске стартует международный форум по возобновляемой энергетике. Мероприятие будет проходить с 22 по 24 мая на базе нанотехнологического центра УЛНАНОТЕК. И в нем примут участие свыше 350 делегатов. Среди гостей представители энергетических компаний России и зарубежья, регуляторы рынка, инвесторы, аналитики и эксперты из 11 стран мира. Во время сессии и круглых столов участники мероприятия обсудят перспективы возобновляемых источников энергии, реализацию программы локализации оборудования в условиях российского рынка, финансирование инвестиционных проектов и подводные камни при строительстве ветропарков. Обмелевшая Волга – эта тема до сих пор остается актуальной. По прогнозам экспертов, восстановление уровня воды ожидается к июню. Что ждет Волгу в ближайшем и отдаленном будущем, разбиралась Наталья Чумаченко. В мае в информационном поле стали появляться сообщения о том, что Волга резко обмелела от Казани до Камышина. С чем это связано и какие последствия, мы спросили у специалистов и простых ульяновцев. Как сообщили в Министерстве природы и цикличной экономики области, после 20 мая темпы повышения уровня воды Волги должны резко увеличиться. Съемочная группа портала «Улправда» вместе со специалистом побывала на правом и левом берегах, чтобы проконтролировать ситуацию. Напомним, в начале мая обмеление Куйбышского моря достигло серьезных масштабов. Больше всего пострадали несколько регионов – Саратовская, Тверская, Самарская области, Астрахань и Ульяновск. Наибольшего пика в соцсетях обсуждение обмеления Волги достигли в майские праздники. Ульяновские пользователи начали массово выкладывать фотографии за волжской части областного центра, где пляж расширился до 200-300 метров. Специалисты региона считают, что причиной падения уровня воды в Куйбышевском водохранилище стали погодные условия и попуски воды. Да, действительно, с 21 апреля по 5 мая происходил спецпопуск воды в низовье реки Волги для наполнения водой Волго-Ахтубинской поймы. Сброс в этот спецпопуск был установлен 23 тысячи кубических метров в секунду воды, что значительно меньше по сравнению с прошлым годом. Главной причиной сброса столь большого объема воды из Куйбышевского водохранилища стал неверный расчет специалистов, отвечающих за водные ресурсы. В Ульяновске, как и соседних регионах, ожидался паводок из-за довольно снежной зимы. Однако зима была теплой, почва не промерзла, и столь же теплой весной талые воды ушли в землю, не пополнив бассейн Волги. На данный момент времени происходит уменьшение сброса воды в низовье Волги. На сегодняшний день этот сброс составляет уже 6 тысяч кубов в секунду. При этом приток воды к нам до сих пор приходит в размере 12-14 тысяч. Поэтому получается у нас разница где-то 8 тысяч кубов. И на сегодняшний день у нас прирост за ту неделю произошел на 40 сантиметров. Ежедневно сантиметров по 6-10 в зависимости от погодных условий. Специалисты отмечают, что уровень воды в реке постепенно восстановится к началу середины июня, поскольку отметка каждый день повышается на несколько сантиметров. Особого ущерба природе столь резкое обмеление также не принесло. В мае температура воды была все еще низкой и неподходящей для нереста рыбы. На нерест рыбных биологических ресурсов как бы особо тоже не оказало влияния. Потому что когда произошел вот этот резкий сброс, рыба и вода была еще не прогрета до нормальных условий нереста. Рыба была не готова к отметанию икры. Поэтому на данный момент вода уже прибывает, вода прогревается, и рыбы найдут свое место, где им отложить свою икру. Многие ульяновцы не только слышали о сбросе воды, но и могут каждый день наблюдать картину обнажившихся берегов Волги с центральной набережной. Естественно, это природное явление. Виноват в этом человек, как всегда. Мы губим природу сами. Я полагаю, ничего хорошего от этого ждать, наверное, не следует. Но дело в том, что уже даже была информация, что чуть вверх по течению от Ульяновска вода опустилась порядка трех метров. Как бы считалось это нормальным, а здесь уровень опустился. Сейчас очень плохо проходит нерест. Во-вторых, уже были случаи, когда корабли садились на мель. И в принципе-то я живу вообще рядом с полгой, и мне видно очень хорошо, как проходят здесь в основном-то баржи. Сейчас нерест идет, рыба там на мелководье, икру отложила. Кое-где даже там на стеблях она пропадает, пропадет. Ну, садоводы страдают. Воды нет. Вот я в Красный Яр вчера ездил, там трубы лежат на песке, да воды не достает. И сразу предложение, понимаете. Подвозим воду полторы тысячи кубометров для полива. Ну, так вот. Негативно скажется. Я думаю, что худшее. И сама вода на ней очень чистая. Если ее объем меньше, то она, наверное, еще будет хуже вода. Ну, дождик пройдет, наверное, добавится вода. Тут надо специалистов спрашивать, конечно. Если рыба начинает метать икру, а вода ушла, то, конечно, меньше поголовью будет. Икра погибнет, погибла. А с другой стороны говорят, что течение ускорилось. Очищаться, сам очищаться Волга стала. Вот где тут истина. Люди считают, что негативные последствия для природы обязательно будут. Хотя специалисты говорят обратное. Рассудить две стороны поможет только время. Однако не стоит забывать, что в большинстве экологических катастроф повинен сам человек. Наталья Чумаченко, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды. В Роспотребнадзоре рассказали о ВИЧ-обстановке в нашем регионе. Заболеваемость падает. Инфицированные все чаще соглашаются на терапию. Но есть и тревожные новости. Насколько болен наш город и его окрестности. Подробности у Виктории Черковой. Чума 20 века так и не повержена. Из-за мутации вируса иммунодефицита пока невозможно изобрести вакцину. В 2000 году в Ульянской области началась эпидемия ВИЧ-инфекции. За 19 лет около 18 тысяч жителей региона заболели страшным недугом. По информации регионального Роспотребнадзора, в Ульянске насчитывается полторы тысячи заболевших. Ульянская область стоит на 16 месте по заболеваемости среди регионов России. Впрочем, есть и хорошие новости. Уменьшилось число заражений по стране в целом и по региону в частности. В 2018 году впервые за последние 14 лет при росте числа обследований регистрируется снижение темпов прироста заболеваемости. То есть 13% в 2012 году до 2,2% в 2018 году. Удивительно то, что вирус заметно постарел. К примеру, 20 лет назад возраст большинства заразившихся составлял 18-25 лет. В нынешнее время получать положительный ВИЧ-статус начали граждане 50-летнего возраста. Главный врач спеццентра Наталья Абдулова призывает ульяновцев вовремя сдавать анализы и проходить терапию. Ведь ВИЧ-инфекция перешла из смертельных болезней в хронические. То есть, если адекватно лечить, можно жить долго и качественно. Когда человек получает антиретровирусную терапию, чего мы добиваемся? Мы добиваемся того, что вирус в организме перестает размножаться, его становится меньше. И вот неопределяемый уровень вирусной нагрузки, то есть, когда вируса мало, неопределяемый, должен быть 75-80% от получающих вард. В Ульяновской области это 69,5%. Почему такая сложилась цифра? Потому что люди в нашей области или боятся, или сразу не приходят. К сожалению, в нашей области есть и так называемые ВИЧ-диссиденты. Это граждане, которые не встают на учет и не получают лечение. Самое худшее в этой ситуации то, что за безответственность таких взрослых страдают их дети. С 1989 года в регионе было зафиксировано 175 случаев рожденного ВИЧ. Не стоит забывать, что при терапии и должном образе жизни инфицированные родители могут родить здорового малыша. Знать свой ВИЧ-статус и быть разумным – это минимальные усилия, которые должен прилагать каждый современный человек. Виктория Черкова, Юрий Ломатов. Новости Ульяновской правды. С 15 по 20 мая в Ульяновске прошел первый международный театральный фестиваль спектаклей для всей семьи «Вместе». Основной площадкой его проведения стал Ульяновский театр юного зрителя. На встрече с журналистами были подведены первые итоги фестиваля. За пять дней ульяновские зрители увидели спектакли десяти лучших профессиональных драматических театров и театров юного зрителя. В Ульяновск съехались коллективы из Москвы, Севастополя, Мытищ, Кемерово, Барнаула, Южной Осетии и Болгарии. На итоговой пресс-конференции высказали свое мнение о фестивале именитой театральной критики. Он показал нам довольно интересную палитру, с одной стороны, а с другой стороны показал вот этот театр более свежий, более раскованный. С одной стороны, театр ушли от такой тюзятины, которого все пугают, а с другой стороны, он оставил и трогательность, и лилизм, и продемонстрировал неодновенное мастерство актерское. Все гости отметили, что фестиваль был организован на высоком уровне. Бывает часто, что первый день в комнате, мы все так видели, здесь ни одного комочка нет. Это не дежурные слова. Организация этого фестиваля была просто на такой высоте, что диву даешься. Все были вовремя, отвезены, куда надо, накормлены, накормлены. И все было очень четко организовано. Сами участники признались, что не просто посмотрели спектакли своих коллег, а обогатились информацией, заразились творческими идеями. Программа была отборная. Этот фестиваль прекрасен. Мы возим массу замечательных впечатлений от работы своих коллег. А это всегда какое-то взаимообогащение творческое. Есть всегда желание что-то упоровать у коллег, что-то скрывать. Все театры получили диплом участника и символ первого международного театрального фестиваля, а также подарки от партнеров. Специальными дипломами экспертный совет отметил театр для детей и молодежи города Кемерово, спектакль «Что случилось с крокодилом» и артиста Ульяновского театра юного зрителя «Небольшой театр» Евгения Юманова за исполнение ролей в спектакле «Мама, папа, братья Гримм». Следующий международный театральный фестиваль «Спектакли для всей семьи вместе» состоится осенью 2021 года, после того, как завершится реконструкция небольшого театра. Ирина Антонова, новости Ульяновской правды. Программа «Разговоры о медицине» возвращается в эфир Улправды ТВ. Новая ведущая передача – главный врач городской поликлиники номер 3 Павел Смирнов. Тема выпуска – клещевой энцефалит. Весной при теплой погоде клещи выходят из анабиоза, а случаев укусов становится все больше. Не лишним будет вспомнить, как защититься и что делать, если клещ все-таки укусил. Гость студии – Ольга Фадеева, врач-инфекционист поликлиники номер 2 Центральной клиники медико-санитарной части. Смотрите новый выпуск передачи завтра, 22 мая, в 7 утра на портале улправда.ру. Согласно прогнозу синоптика, в ближайшие сутки в Ульяновске сохранится прохладная погода. Температура воздуха днем составит около 16 градусов по Цельсию. Ожидается переменная облачность и, вероятен, небольшой дождь. Ветер южный, 2 метра в секунду. Магнитное поле спокойное, ультрафиолетовый индекс равен 2. Это все новости на сегодня. Смотрите нас на информационном портале улправда.ру. До завтра! Субтитры создавал DimaTorzok